Добрый день, уважаемые инвесторы. Рад приветствовать вас на канале SoulMash. Продолжаем рубрику ответов на ваши вопросы. Дмитрий Александрович, у нас вышел видеоролик, в котором затронули тему акционирования. И накопилось очень много вопросов, уточняющих на эту тему. Вот, собственно, хотелось бы поподробнее обсудить о том, как это будет, что это, возможно, такое. Ведь в законах все написано, но многие хотят правильное трактование того, что в них представлено. Помните, один из классиков сказал, мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Поэтому, к сожалению, многие руководствуются в этих вопросах не законом, а мнением блогеров. И вот сей той мишурой, которая сформировалась, устоялась. Причем все слышали про акционеры общества, про котировки, акции, Насдак. Там идет, по телевидению крутят биржевые. Да, это сейчас очень популярно. Да. Хотя я задаюсь часто вопросом, а кому это надо? Ну, к чему приучают? Ну, крутятся, да, крутятся, все хорошо. Те, которые это отслеживают, ну, им интересно, может. Ну, они не с экрана телевизора это получают. А зачем? Ответ очевиден, что у всех формирует какую-то вот эту оболочку. Вот приблизительно так же, как с этим вращающимся полем. Когда было тяжело объяснить, вернее, лень было каждый раз повторять. Они упростили, сказали, вращающийся поле. Эффект вращения там, поле, да. Это так же, как подложка. Потому что эпитакция наращается, либо диффузия. Точно так же и здесь. Отсюда пошли проблемы. Отсюда пошли проблемы. Вот. И вот так как участников проекта интересуют вопросы рационирования, и это тот вопрос, который касается всех нас. Было бы хорошо, если бы участники, партнеры хоть немножко были осведомлены в этих вопросах, и не только из передачи, которые идут у нас. Потому что мы не имеем возможность провести весь курс ликвидации безграмотности в области реформирования ООО, ВАО, в ПАО, либо создания акционерных обществ. Отличия, так далее. Можно очень большой курс лекций прочитать в этом плане. Тем более, что есть теоретические знания, есть практические. И вот то, что я знаю, я знаю не по наслышке, а исходя из личного опыта, практики преобразования одного общества в другое, практики приватизации, акционирования и так далее. И вот сейчас звучит очень много призывов к тому, что давайте быстрее преобразуем. Кто мешает? Ну, давайте преобразуем. Ну, давайте. Вот у меня вопрос. Вот у нас ребята, операторы сидят, да? Вот вы, Александр, одного поднять можете? Поднять, в смысле... Ну, взять и поднять одного. Ну, у кого-нибудь, хотя, глядя на них, под вопросом. А если еще и меня? Невозможно, да? Да. Вот смотрите. Хорошо, я согласился. Давайте. Давайте преобразуем. Что за этим последует? Догадываюсь. Ну, вот первая проблема. Мы меняем форму и задумываем другую. Это значит совершенно другое юридическое лицо. По факту. Есть ООО «Соволмаш» и, допустим, ПАО «Соволмаш». А подразумеваю, что обязательства, которые были у ООО «Соволмаш», они есть у ООО «Соволмаш». Да. А ООО «Соволмаш» их нет. А самое ведь интересное, что и перед ПАО «Соволмаш» ни у кого тоже в данном случае обязательств нет. Это значит, что все надо будет переоформить. Что переоформляем? Ну, так, по-крупному. Особая экономическая зона. Регистрация, размещение. Я думаю, те, кто следят за проектом достаточно давно, в курсе, чего стоило стать ее резидентом и какие бюрократические особенности нас сопровождали. Да. Теперь разрешение на строительство. И погнали. Подряд на работе. Это, представляете, объем работы позволяет. И прямо вот в ходе работ перед зимой мы в это влетаем. Мы останавливаем все и начинаем все по новой. Прежде всего, туда надо было привлечь еще дополнительное средство, потому что просто так это не делается. Сейчас колес оплачем строительство. А то колес надо было еще и сюда кидать. Ну, наверное, надо быть семи пядей во лбу, оторванных от лба. Перережа надо быть недалекого ума, чтобы на это пойти. Когда идет стройка, идут все эти процессы, мы влетаем еще и начинаем все это. Не лучше ли, как и планировали, что когда все, завершится стройка, завершатся все эти работы, ну, тогда и в спокойной обстановке. Значит, вначале одного оператора вынести, вот умение. Можно вот сразу не получить. Поэтому это не получается. Не получается. Плюс ко всему это будет сопряжено из другой вещи. Нам надо будет преобразовать долю участников в акции. И вот в ролике вчерашнем мы с вами обсуждали, говорил вы, рядом стояли вы, говорили о том, какие могут быть последствия. Это дело, да? И какие формы должны быть. Потому что, ну, обвиняют там, вот, а что, Филиппо, Солар-Руб сказал неправду. Да нет, они точно так же, как вращающееся поле, эффект вращающегося, вращение поля, да? Они под термином IPO имели в виду сам процесс преобразования. Вот дали в акции. Говорили об одном, думали одно, а терминологию применили неправильно. Поэтому вот возник такой бардак. Потому что саму процедуру, саму процедуру, как это будет происходить, многие даже приближенно не представляют. Они вот начитались там, зная, что надо переобразовать одно, а другое. Как это происходит, фактически никто не знает. И поэтому возникают всякие инсинуации, домыслы. Говорят, да, вот давайте на IPO. Ну, давайте. Если вам хочется IPO, ну, давайте IPO сделаем. Ну, вы знаете, вообще фактически в моем представлении то, что говорилось Павлом, то, что говорилось некоторым представителям Solar Group, в принципе, задачи именно эмиссии акций, привлечения денег через IPO-то никогда и не было. Была задача, ну, определенная возможность, да, доли в акции. И, ну, возможно, то, что человек, купивший доли на ранних дисконтах, сможет продать потом акции дороже, нежели чем. И на этом как бы заработать. То есть, вот именно в этом была суть. Но как это делается? Вот если в классическом варианте, я же говорил, законодательство Российской Федерации сделано под распил советского наследия. Поэтому оно отличается от того, что там где-то в других странах. Поэтому у нас, когда мы ООО реформируем либо государственно, там, публично, соединяем общество, мы делаем как? Вот ООО есть учредитель. Доля учредителей, вот, доля учредителей, они преобразуются в акции. Ну, то есть, фактически это уставной капитал? Ну, да, 45 тысяч. 22 тысячи с ларгоп. И распределяем на всех, кто доли свою внес вместе с дисконтом и со всем остальным. Так, кажется, ничем себе не отказывайте. Полные свободы действия. Да, и всем остальным, там, 20. Куда же все остальное? Все остальное, вот, оцениваются там, материальные, нематериальные активы, делается, и под нее делается план выпуска акций, и размещается по IPO, как вот и положено. А кто эти акции покупает? Да тот, кто купит на рынке их. Но если же те, которые уже доли заплатили, захотят владеть, им им придется платить еще раз. За то, за что уже создано, на их же деньги. Это как, нормально будет? Вообще, кто-то, кто-то понимает, что предлагается? Ну, я вот не понимаю. Либо недопонимают, что предлагают такой вариант. Ну, давайте, я соглашусь, допустим, с этим, мы поимеем дополнительно деньги в проект, а вот те, которые долю внесли, они получат на несколько тысяч, 22 тысячи, да, и там каждому по рублю. Вот уточнение. Возможно, зрителям тоже так будет понятнее, в том числе и мне. Если на сегодняшний день мы эту процедуру проводим в том формате, о котором мы сейчас говорим, то распределить мы сейчас можем только уставный капитал на акции. 45 тысяч? 45 тысяч рублей. Те активы, которые у нас еще, ну, скажем, здание наше недостроенное, земля еще вот... Не выкупленная. Да, не выкупленная. Все это еще на балансе не стоит. Следовательно... Мы его не можем никуда распределить. Но если мы делаем какую-то эмиссию, мы же под что-то должны акции выпускать, правильно? И получается, что как раз-таки вот это вот, то, что доделается потом, это будет уже тех, кто пришел тогда. И вот в этом-то и есть вся проблема. Так, а зачем это делать? Это что, наказать тех, которые поверили по шапирум? Я что, похоже на идиоты? Ну, почитайте. Вот одно и второе. Акционирование и выпуск акций, они, ну, если все нормально идет, ну, это полгода. А реально это год. Вот мы сейчас начнем и как раз подойдем к этому моменту, когда уже все достроится. И всех кинем, и отдадим все это на то, чтобы какие-то дяди, которые ничем не рисковали, купили на бирже все это хозяйство. Да? Это как? Это вообще что это такое? Отсюда возникает вопрос. Очень у многих были переживания на тему того, что вот размытие долей, то, что новые заходят, а старые уходят. А теперь, получается, наоборот, предлагается, по-моему, даже теми же некоторыми комментариями то действие, которое повлечет за собой вообще непонятно что. Истребление вообще, участие всех. Да, вот на это, ну, это же. Я вообще не понимаю, как на такое можно идти. Нормальный выход, это когда мы достраиваем объект, берем он на баланс. А к основной среде недвижимость. С определенной ценой. После того, когда мы Госкомиссию сдаем, мы за 1% приобретаем землю. А у нее кадастровая цена еще есть. На баланс. Соответственно, уже не за 1%, а по полной кадастровой стоимости. Ну, практически. А как она там поменяется к этому моменту, это еще бабушка на двое сказала. Вот. И у нас уже появляются значимые кусок того, который мы можем же ввести в уставной фонд. Я так полагаю, это будет правильным действием. Ну, тогда мы не 45 тысяч будем делить, а миллиарды. Да. А ну, насчет размытия дальней. Завесу приоткрыть, нет? Давайте. Поехали. А это как барин захочет. Сейчас объясню. Нет, никакой барин, нет ничего подобного. Я просто открою карты. Мы сейчас с вами говорили о материальных активах. Есть нематериальные активы. Тот, кто в бронепоезде, тот, когда я говорил про 54 разработки, тот, наверное, уже сразу смекнул, что тут что-то есть. А это интеллектуальная собственность, плюс патенты и так далее. А мы можем оценить эту интеллектуальную собственность? Можем. Можем. И мы можем ввести эту интеллектуальную собственность в уставной капитал? Тоже можем? Можем. И вот этим действием мы перекрываем слихвой все эти расходы, которые пошли на Solar Group. Вот те там про 500 процентов. Допустим, у нас живыми деньгами зашло столько-то. Мы в стройку вкинули тут в развитие этих дел. И столько же мы создали нематериального актива и поставили на баланс. и ввели в основной фонд. Есть что делить? Фух. О каких дисконтах и размытиях тут речи нет? Вот весь коллектив в это время работал для того, чтобы вот этого размытия не было и чтобы покрыть те расходы, эти средства, которые шли на работу Solar Group, без которой тоже не боишься. То есть фактически это все рекламные затраты, выплаты и прочее. Приплыли? О чем дальше спорить будем? Кто-то хочет, предлагайте варианты в комментариях. Ну, а теперь другого там говорили, а зачем нам акции Solar Group? С какого бадуна? Какие акции Solar Group? Акции будут Solar Group. Но то, что акции будут изначально разделены между участниками ООО, учредителями. Это 49 Solar Group, там АС и ПП и физики. Вот между ними будет подделено. Дальше что с этими вещами делать? То, что отошло Solar Group, они должны выполнить свои обязательства через определенные механизмы. Они должны эти акции довести до инвесторов. сделать так, чтобы они были владельцы. И владельцы уже могут створить с ними что хотят. Но вот когда я говорю что хотят размещать, когда угодно там некоторые начинают бредни всякие придумать, что ли, а вот человек не может акции никуда размещать. Да, это очень сейчас популярный вопрос. Люди, дорогие мои, ну вы же терминологию не обгаживайте. А что? Вы вот у вас появились акции. Кто имеет право имя распоряжаться? Владелец. Владелец, да. Кто-нибудь может без воли владельца что-нибудь осуществить? Нет. Если он принимает решение разместить их на бирже, он принимает. Это его решение. Принимает он, но возможно непонятен механизм. Так, а вот механизмы они будут зависеть от того, какое решение он принял. Московская биржа одно, американская другое. Это совершенно разные механизмы и совершенно разные действия, которые надо предпринимать для этого. Но решение принимает человек. потому что вот в советское время говорили как? Города теряли солдаты, брали генерала. и когда я говорю, любой строитель говорит, я строил этот объект. Что он лопатой там сидел, махал? Там рабочие работали, да? Он руководил строительством в той или иной войне. Он говорит, я строил. Но все же понимают, что там нет. Там Жуков взял Берлин, ну что, побежал в охапку как вот. как Березку. Ну все же понимают, что это не так. Зачем доводить до маразма? Поэтому принимай так же. теперь другой момент. Весьма интересный. Вот там тысяча дольщиков акционеров, которые станут. Как они будут действовать, они будут сами в собрании акционеров, в решении, в утверждении. Кто будет? Я думаю, должен быть тот, кто ответственен за это, и тот, кто управляет процессом. Потому что если этого не будет, так сказать, неуправляемый хаос, к чему не приведет. Вот у меня была вторая компания в свое время. Я брал в управление акции, доли приватизационной и так далее. От имени людей, которые мне делегировали эти полномочия, я распоряжался. Действовал от их имени, защищал их интересы. потому что, объясню очень просто, допустим, если вам придут с терморектальным аккриптоанализатором, вы, естественно, акции передадите. Прибор весьма эффективного действия, поэтому, скажем так... Но так как ваши акции, они у вас не бумажками будут лежать, а они будут находиться в депозитарии, это банк. Идти уже надо к банку. Уже идти к банку, да? И вот, когда вы придете с этими ребятами, с этим прибором, там специалисты сразу поймут, что вы действуете не по доброй воле. И вы уже эти действия не осуществите. Не осуществите. И поэтому эта система вас защищает, и она отработана уже жизнью. И поэтому полагать, что все это происходит каким-то там образом, что взял, достал, куда-то пошел, те, которые работают в этой сфере, они прекрасно понимают, что это не так. И когда они применяют определенные терминологии, они имеют в виду другую. Так же, как Филипп говорил про IPO, на самом деле это не IPO. Потому что первичное размещение акций, как в их нет, это делится между участниками, а участник уже потом поступает как хочется своими. Ну, правильно я понимаю, ведь человек, владеющий акциями компании, он также, можно сказать, владеет частью компании. Соответственно, если ты владеешь частью компании, то хочешь, на биржу иди, хочешь, не иди, хочешь, дивиденды получай. Но действуешь ты все равно через определенные механизмы, которые отработаны. Вот, даже, допустим, мы выпустили акции, распределили это Solar Group, это сюда, да? Акции где будут? В депозитарии. Соответственно, переход права собственности от Solar Group, это будет сделка, которая будет осуществляться у депозитария. А по-другому даже и невозможно на сегодняшний день? Нет, невозможно. И о чем речь? И какие-либо правонарушения там или еще что-то. Это же не то, что он приходит так, в очередь встали, это тебе, это тебе. Нет, нет. Но еще один вопрос очень такой простой, что выпуск акций это процедура, которая занимает, я же говорю, длительное время преобразования занимает и выпуск акций туда же входит, это решается с Госбанком. Все эти вопросы там, действий очень много и платежи там присутствуют и привлекаются и юристы и компании, которые занимаются этим, потому что в обход их не сделаешь, потому что на них не достучишься. Ну вот выстроено оно так, да? Если попытаешься сам, ты теоретически можешь. Но практически. Практически, да, да. Ты не сделаешь. Поэтому все на этом зарабатывают, каждый на своем, поэтому там это надо тоже прекрасно понимать. И вот когда мы говорим о том, что будет идти преобразование, это не значит, что там сел там Дуйнов, еще кто-то, Семенов, и сидим преобразовываем, да, такого преобразователя закрутили, ну дурь полнейшая. Дурь полнейшая. Это там есть целый набор документов, которые надо будет подготовить, да, там решения учредителей, протоколы, там уставы, много чего, да, надо будет сделать. И в этих уставах должно быть все прописано. но включая то, что когда получать дивиденды, ну допустим, по результатам работы каждый месяц. Вот напляшемся, да. Я думаю, будет очень весело. а каждый месяц собирать несколько десятков тысяч человек, да, принимать решение о распределении прибыли за месяц. Так как говорят, за квартал. По КТБ большой, так как же всех-то собрать, если... Там одинаковые зоны. Третий этаж-то специально подготовить. Там же предлагали упрости. сопоставить. А как же целый актовый зон. Не упрости. Шутка. Ну и все равно, представьте, собрать... Вот я собирал собрание отчетно-выборное, отчетное собрание. По разным вопросам собирал и проводил собрание акционеров. Автобусы организуют, бабушек держишь, привозишь. Вот это процесс непростой. Непростой. И вот в принципе там же есть еще и уведомления акционеров. А вот представьте, в уставе были записаны на каждое собрание приглашать с заказным письмом с уведомлением. И там есть определенный срок реагирования, по-моему, за месяц. За три месяца. За три месяца. Ну как записано было. Ну, чтобы человек успел свои дела сделать. Представляете, 10 тысяч письм или 20. Чтобы собрать к ворум, да? А решения же они же еще и государственные органы контролируют правомощность этого собрания. Ну, тот же самый депозитарий присутствует. Это вопросы очень серьезные. Сейчас рассматривать их настолько преждевременно, потому что это настолько объемно, хорошо снесет в дебатах всем. Потому что настолько глубоко погрузиться вряд ли кто сможет. Для этого надо хотя бы базовые данные. Поэтому у меня предложение. Давайте мы пройдем вот этот вот первый этап. Я надеюсь, уже все разобрались разница между IPO или когда мы преобразуем ООО в ПАО. И когда идет доля участников преобразуется в акции. И для того, чтобы это было весомо, мы должны поставить на баланс и преобразовать, ввести в уставной капитал максимально количество активов. То есть, еще раз так вот, уже совсем простым языком, для того, чтобы всех не возникало вопросов, IPO, это не значит возможность выйти, скажем так, IPO необходимо для того, чтобы выйти на рынок с продажей своей акции, когда человек стал ее владельцем. В данном случае термин IPO применяется многими не по его первоначальному значению. Вот этот сам термин. Это, в принципе, просто именно нарицательный процесс акционирования и выпуска, не только выпуска акций, а от момента акционирования, выпуска акций, до момента, когда все акции попадут в руки их номинальных владельцев. Вот, чтобы много не объяснять и долго, потому что единого термина еще не придумали, не применили. Ну, вот, так проще объяснять. И Павел Филиппов в этом смысле применял этот термин, надеюсь. Вот, ну, и вот так следует понимать, потому что мы будем преобразовывать, и мы об этом говорили, акционерное общество, механец преобразования какую, максимум накачать уставной капитал, чтобы для каждого было учредителя достаточно средств, активов, которые потом мы распишем. А какую-то часть мы можем оставить, там, конечно, да, в основных, которые будут оценены, и на этом мы можем вот настоящее пиво разместить и пускай заниматься, если кому-то хочется, ну, так, для затравки, хотя смысла я в этом не вижу, потому что затраты будут очень большие на это дело, когда малый пакет выкладывается, он вообще никому не интересен. Да, ведь, насколько я понимаю, еще же биржи – это интересный организм и механизм. Для того, чтобы на ней заработать, нужно провести немало изысканий. Ну, зачем, допустим, покупаешь? Либо если это высокая ликвидность, ну, в плане большие дивиденды получаешь, хорошая норма прибыли покупается, либо когда ты приобретаешь контрольный пакет и берешь, тебе надо докупить, и ты любые деньги заплатишь за то, чтобы получить управление над этим акционерным обществом. Либо для того, чтобы создать какое-то преимущество на рынке, прихватив предприятие, которое позволит усилить твои позиции, допустим. Потому что просто так никто ничего не покупает. Ну, скажем так, наверное, воспринимается многими сейчас действительно очень популярна тема таких брокеров, которые в лице популярных банков не буду называть. Красотка посмотрели фильмы сейчас. Надеются, что сейчас они поторгуют, распилят фирмы и все. Зайти в свое приложение, купить акции любых компаний в принципе, допустим, на росте, потом перепродать дороже, еще что-то. Кто-то балуется, кто-то на этом пытается зарабатывать, все по-разному. Но это популярно, и многие не знают, что это такое. Пройдя одно обучение, так сказать, в этом же приложении, начинают думать, что все интересно. Ну да, в отношении показательных фильм «Красотка», когда вообще показали, он там это покупает, потом берет, пилит, разделяет и на этом зарабатывает. И все верят, нормально, потому что запаковали такую красивую, а дальше развивают историю, чтобы объяснить, откуда у него крутые бабки. На самом деле это дурь, помнишь. Вот точно так же и сейчас многих упаковывают в эту идею акций и все остальное, для того, чтобы люди поверили, придумали себе сказку и в ней жили. Реалии другие, совершенно другие. Правильно я понимаю, можно этим заниматься, но нужно в этом разбираться и действительно этим жить. Это отдельный вид профессии. А, скажем так, те люди, которые делают это из разряда как-то наугад на ощущениях, это фактически игра в русскую рулетку. А банки, которые предоставляют возможность... Никакой рулетки. Там однозначные результаты. Банки это зарабатывают проценты с транзакцией любой, хоть плюс, хоть минус. Допустим, даже акции мы будем переуступать, пользу инвесторов, банки деньги поимеют. Конечно. Мы будем размещение, акции делать, первые выпуски их не поимеют и будут иметь всегда. На любой операции? Да, и заведение реестр акционеров будут иметь. и поэтому преобразование ООО, ООО, оно целесообразно тогда, когда есть доходность сейчас существенная, когда уже в этом есть смысл, потому что за каждым действием есть смысл, и оно осуществляется тогда, когда оно необходимо, а не просто потому, что я захотел. Это глупо. Это очень глупо. И поэтому, когда опять-таки возвращаюсь к тому же вопросу СПАКа, кто-нибудь подумал, ну, нафига я буду миллиардер создавать СПАК-компанию, набивать туда денег, привлекать. Ничего, заняться больше нечем? Ну, видимо, вы хотите получить прибыль, потому что это молодой, развивающийся проект. Какой? Если я... подождите, подождите. Дело в том, что если я беру стартап, это, как правило, голая идея, подтвержденная либо там образцом каким-то опытом либо еще... Почему я его буду покупать? Либо, на мой личный взгляд, либо вы хотите его прибрать к рукам... Зачем? Хотите на этом заработать, либо тормознуть. Что значит заработать? Ну, заняться этим направлением, возможно. Ну, значит, мне туда вваливать придется. Конечно. А оно мне надо? Скорее нет, вас так неплохо кормят. Вот вопрос в том, что... Вот лично я со своей колокольной, когда бы я захотел взять стартап? Тогда, когда я по прогнозам просто посчитал, что он мне в дальнейшем предстоит в УРОС. По-другому никак. Если, допустим, есть нормальный доход, спаки инициируют люди известные. Зачем? Если не можешь решить проблему, возглавь ее, так сказать. Поэтому, если мы говорим о том, что давайте мы сейчас устроим спак, но я уже говорил, что по срокам, то если уже спак готовый и с ним вступать в переговоры, то зачем, опять-таки? для того, чтобы капитал еще привлечь? Да. И чего дальше? Что с ним потом делать? Ну, я так понимаю, что существует система, которая до сегодняшнего момента позволяла выполнять те задачи, которые, собственно, выполняются? И зачем сейчас что-либо менять и выходить на спак? Может быть, в самом начале, если идти по этому пути? Ну, и то скоро. Посмотрите, я, извините, перебиваю, я бы сделал, что я бы устроил спак-компанию, договорился с СООМАШ, прикупил ее, а потом бы пришел к Семену Семеновичу и сказал бы, ох, западаю. Ну, это кирпич, это же купи. Купи. Так можно заработать? Можно. Можно, потому что, скажи, я сейчас увалю сюда количество миллиардов, миллиардов, и я тебя здесь похороню. Будет такое? Будет. Купят? Купят. Заработаешь? Заработаешь. Вот так можно. Отсюда у меня возникает вопрос, а где здесь интересы наших инвесторов в первых этапах? Я их не вижу. Они их не учитывают. Поэтому возникает вопрос, а нужно ли мне просто как не как разработчику, а как человеку, который занимается предпринимательством, бизнесом? Нужно. Я бы на этом заработал очень хорошо. Элементарно. С кем надо будет договориться? С теми, кто принимает решения. С довольно ограниченным кругом лиц. Да, нескольких человек. Ну, там, Семенович, я говорю это. Да и тут дело в том, что ведь Семенов 49, Соллоргруппу 49 процентов большинством решили. Ну, эти там на дисконтах, на этих самых, на дисконтах там что-то заработали. Своё, да, я ещё раз заработал. Какие ко мне вопросы? Фирма, компания живая, всё работает. Теперь стали участниками Семёна Семёновича, Семеновича, или ещё кого-то, да? Чё там плохо, ребят, ну, для вас сделали всё хорошо, пусть они там дальше расхлёбываются, сделают всё, что умеют, что могу. И положил себе деньги на карман. Так что ли? Да. Ну, тогда не по адресу обратились. Я, как говорится, лошади на переправе менять не собираюсь, и в такие игры играть тоже не хочу. Потому что надо чётко понимать, что мы с вами живём не последний день, мы живём здесь, на этой земле. Кстати, мне многие это сами говорят. Русско-украинского происхождения, чувак. Малоц. Вот. более-менее так, еврейский нацист. Нормально, да? Да. Или Христо-мусульманин. Маразм, да? Вот. У меня родители русские, корни все по Волжье. Я уже сколько раз говорил, из Астраханщины. Вот. в свидетельстве рождения написано русский. Вот. И раньше в советском паспорте русский национальный стал. По Ростоволе суде, по распределению родителей закинул оттуда. И что, я с этого украинцем стал, да? как это самое? Ну, в советское время ходил анекдот, когда евреи спрашивают русского, а как стать русским? Говорят, пол-летра сгорало, потянешь? Потянул. Для того, чтобы русским стать? Потянул. Потянул. А теперь что? А теперь в окно, если выпрыгнешь, тогда русским будешь. Ну, тут хрена, как бы вставил в окно с третьего этажа упал, разбился в дыребезге, лежит, кости побиты. Тут высуется. А Брон, ты как там? Вот лежит. Молчи, Юрий, скоророже. Извините, это просто анекдот. Вот поэтому, ну, как? Если русский, то ничего не делать в русской, да? И поэтому мы живем на этой земле. Это отчизна, Родина. Ну, и может, хватит ее дербанить. Ну, вопрос, хватит, может, дербанить. Потому что мне не стыдно за моих предков. Они создавали, делали, строили всегда. Но то, что я строил, разрушалось много там эти хохлобандеры. Все, что можно было уничтожать. Вот, и даже школу, где училась, обстреляли. Хотя, чем сделал плохого? Это школа, что плохого сделал. Поэтому хватит. Каждому можно сказать, хватит, давайте, если задаем. вопрос, который я хотел дать ответ. Там, в комментариях задавали вопрос, стоит ли вынести Ленина, и так далее. Вот, кто связан с религией, прекрасно понимает, а сколько там пальцев, ног, там, это самое, там, мощи, да, таскаются. То, то же самое, это гелло. Да. Везде, куда ни кинешься, везде тела. По мне бы, по мне бы, да, я бы за то, чтобы вообще всех кремировали. Славяне так и делали. Вот почему найти ничего-то не могут. Это сжигали. А прах ссыпали, каменные ба, ссыпали прах. И почему называется прах? Ну, сжигали. Не так, как в Индии, там, допалили, не допалили, в Ганг кинули, это святую речь, в этом крокодиле, дожует. Они по берегам черепа валяются и так далее. Нет. Поэтому я считаю, что, вот, надо землю не засорять, не замусорить. Ясно, понятно, что там, через 75 лет можно перезахоранивать, но это все, перекапывать по останкам. Это кочунственно. Лучше сделать один патион, объединяющий всех. И прах туда. Всех. Прах туда. Это бы объединял. А не так, я схватил там, у этого, отпилил кость там, у этого самого, я себе там свечки позажигал. Мама дорога, что вы творите? Что вы творите? И мне понравилось, когда с византийцами Русичи встретились, да, как Русич сказал, мой бог не кличет меня рабом. Я вожила себе жены, раба ближнего суда. Поэтому я к этому отношусь. Придет время решать. Но если решать, то решать этот вопрос надо кардинально заканчивать. Вот это мракописие все. Вот это средневековье. Пока, ну, вот здесь у нас в мозгах живет, это средневековье, там трогать нечего. И нельзя. Это пока вот здесь вращающаяся пуля синхронная. Все еще вращается. Все еще вращается, да. Пока у нас айпиот со спаками, да. Поэтому не зря говорят, что русскому хорошо, то немцу смерть. Потому что американцу хорошо, то русскому нафиг. Вот поэтому мы сейчас работаем по определенной системе, мы породили определенную парадигму и в ней действуем. Эта парадигма показывает, что она работает эффективно. Не воруй. Делай дело. Профессионально делай дело. Подбирай квалифицированную команду. И все ведет, все нормально. Это парадигма. Ее надо поломать и туда внедрить что-то инородное. Так просто чем? У меня этот вопрос не стоит даже. Мы с вами можем обсуждать эти вопросы для того, чтобы и другие разобрались в нем более детально. Потому что лень копаться информацией. Да и как ни копаясь, вот я в практике судебной очень часто сталкивался с одной такой дилеммой. Не дилеммой, а явлением, скажем так. Берешь закон, читаешь, ну вроде все ясно-понятно. Потом садишься с работником суда, читаешь, все не так. Все не так. И только пройдя множество судебных заседаний, ты начинаешь понимать, насколько ты был наивен, полагая, что ты понимаешь, как. Вот у меня пример, я директор предприятия, председатель правления, взял и уволил по соглашению сторон. Ну, что может быть проще? Сели вместе, написали соглашение, ну, было за что. И уволил. Тот подал в суд и суд его восстановил. Все, его рукой было написано пункты, требования при расторжении контракта и так далее. Выписали мне исполнительный лист, 24 часа его восстановить. Но допустить его опять на предприятие, это понятно, да, отдать в руки финансы, средства, что же может натворить? Допускать нельзя. И вот, когда ты становишься участником таких событий, это очень хорошо тебе прочищает мозги, избавляет от иллюзии, когда ты вот так становишься. Ну, я взял его, уволил за однократно группы нарушения. И когда уже в суде начали это самое объясняться, а в результативной части написал, почему это сделал, в качестве однократного группы нарушения это штрафные сенсы, которые наложены были на акционерное общество, налоговая инспекция, неуплаченные налоги, да, мизер, но уже никуда не попрошу. И вот поэтому Тарасовна всегда меня научила простым вещам, вот в этих кадрах вопросов, да, а не жалей. Увольняешь, так увольняй. потому что увольняй так, дабы неповадно было. А если человек нормальный, он сам идет. Если после объясняй, если переговорили, да, а если уже увольняешь, то увольняй, не жалей. Почему? Ты его пожалеешь, а он тебя и сотрудник, который их не пожарает, и расплачивается болотой. Точно так же и здесь, сейчас и сегодня у нас есть большой коллектив людей, которые работают в проекте, связаны с проектом. И что бы ни предлагали, что бы как бы ни было, ты должен действовать в интересах этих людей. Какие действия ты должен предпринимать? Ну, наверное, адекватные, которые бы защитили их интересы. сегодня вы были свидетелем, да, события очень интересные, когда предупреждал многократно. Не хотелось бы, чтобы такие вещи происходили. Это коллеги не с нашими сотрудниками все, но это вот в принципе имело отношение к проекту. Вот, но вот, в принципе, все, на что я сегодня хотел ответ дать. И до ваших вопросов. Довольно исчерпывающе, даже больше, чем хотелось. Спасибо большое. Я думаю, всем спасибо вам, что выслушали. Да, вам будет, уважаемые зрители, интересно посмотреть, задавайте обязательно вопросы в комментариях, пожелания. Будем разбираться. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова